Здравствуйте, уважаемые дамы и господа! Меня зовут Олег Бродин и я являюсь основателем и управляющим партнером сети Фамильная Пекарня. И это первое видео, первая глава видеокниги о том, как открыть свою пекарню. Поскольку это первый выпуск, то сразу скажу, что в нем будет. Вначале мы с вами разберем варианты развития пекарен, как собственники развивают свои сети, либо строят одну точку, либо, может быть, являются самозанятыми. Все, спойлер, все рассказал. Но да ладно. Во второй части видео мы поговорим о том, как вообще будет строиться эта видеокнига, что будет в ней, какие в ней правила и что бы мне хотелось получить от вас при просмотре того или иного выпуска. Итак, поехали. В первой части варианты развития пекарен предпринимательных. Первый вариант это ремесло. Ремесло означает, что собственный пекарень сам трудится в своей точке. Возможно, он за пекарь, возможно, он за продавца, возможно, за кухонного. Но так или иначе он занят в своей точке. И если это занятость не от кайфа, а от необходимости, наверное, стоит говорить о самозанятости, а не ремесле. Если же человек действительно кайфует от того, что он делает, от его профессии, возможно, он профессиональный пекарь, тогда это уже ремесло. Второй вариант развития это построить одну точку и получать с нее прибыль и не строить точки дальше. Почему это может быть? Может быть, это недорогая пекарня, но собственник доволен доходом, доволен прибыли и он не хочет больше развиваться. Возможно, он просто не догадывается о том, что можно открыть дополнительные точки. Такое тоже бывает, не нужно недооценивать людей. Второй вариант, может быть, прибыль в этой точке не очень высокий и собственник делает вывод, что бизнес не такой хороший, хотя это не так. И третий вариант, он поможет нам сгладить углы, не самых лучших локаций. И, возможно, это еще вариант, когда мы открыли дорогую пекарню, большую пекарню, возможно, это уже кондитерская пекарня, возможно, это кофейня. И мы получаем достаточно большой доход и тоже не видим смысла открывать дополнительные точки по городу, но почему-то не видим. Переходим плавно к третьему варианту развития событий. Это сеть. Как правило, то, что я вижу на рынке, это либо недорогие точки до 2 миллионов, когда собственник открыл одну точку, откупил ее буквально за год, а может даже меньше, открыл вторую, окупил ее и начинает дальше развивать свою сеть, строить дополнительные точки. Либо это, возможно, кредитование, возможно, это зашел крупный инвестор. Бывают еще, конечно, очень дорогостоящие проекты, не знаю, как условно говоря, балконский, когда много миллионов, десятков миллионов рублей вваливается в бизнес. И, естественно, туда нужно вложить деньги как на оборудование, так и сразу на новые точки. Так или иначе, мы будем с вами больше говорить про сетевой бизнес, говорить больше про мини-пекарню. Почему? Потому что этот вариант доступен многим в России. Вариант, который дешевле однокомнатной квартиры и в виде, как сейчас растет недвижимость на рынке, понимая, что все-таки у людей есть деньги и есть доступ к деньгам. Доступ к деньгам – это как кредиты, так и займы у родных, близких и так далее и тому подобное. Вот именно про более доступный вариант бизнеса мы с вами будем говорить. Первая глава в части книги закончена. Сейчас переходим ко второй части, а именно о технических моментах данной книги. Что хотелось бы сказать. Сразу приношу свои извинения за то, что в каждом выпуске, либо в почти каждом выпуске буду говорить «Здравствуйте, меня зовут Олег Бородин». Я весь основателем и управляющим партнером фамильной пекарни. Понятно, что кто подписан в Инстаграме, ВКонтакте, и так знает, кто я. Но это видео буду выкладывать еще и в Ютубе. Там люди иногда случайно тыкаются на видео и не понимают, кто этот спикер, почему он вещает на эту тему, почему он имеет право разговаривать про это. Второе, что хотел бы отметить, это разговорный жанр. Да, сейчас видео получилось достаточно энергичным в плане скорости речи. Но зачастую буду именно размышлять, говорить, разговаривать. Поэтому будут и запинки, и заикания, и, может быть, несвязанные речи. Действительно, это будет больше разговорный жанр. По крайней мере, я буду идти к этому и буду стараться именно так сделать. Возможно, это будет что-то вроде видеоподкаста о том, как открыть пекарню-книга. В связи с этим, поскольку это будет больше разговорный жанр, то хотелось бы иметь какой-то диалог, либо с неограниченным количеством групп лиц общения. Поэтому у меня большая просьба к вам. Давайте обратную связь, давайте свои размышления. Если я что-то сказал, вам понравилось, откликнул, сможете либо поставить лайк, либо в комментарии какой-нибудь сделать. Если вы видите противоречия, не согласны с этими мыслями, пишите смело об этом в комментариях. Возможно, у вас есть какие-то крутые кейсы, о которых вы можете рассказать, поделиться. И, возможно, я это тоже включу потом в видеокниги, расскажу о вас, о вашем кейсе. Будьте, пожалуйста, активны. Это будет полезно и для меня, и для вас. Для меня, потому что я вижу, что это откликается. Для вас, значит, я буду дальше делать видеоконтент на эту тему. Спасибо и реагируйте.